Кардиал, дин партия организаторилор, конференца диастезяри о импортанце деосибите ин моменту в истории, кинкаре неофэм. Ной троим ин тимпуриле демаре, инчеркаре, пентру валориле спиритуале, традиционале, пентру дрипториле натурале аомовы. Организаторий Сент-Букурошсе в салуте инурашум белс, мокалитате унди, грации форти вор, локуитори вор, а честу и враж, муралитате сепастрязы, лауни вил, дестудни наут. Дорогие друзья, рады приветствовать вас на международной конференции общечеловеческие ценности, основные ценности человечества и европейская. В действительности, прежде чем мы начнем, нужно пригласить в президиум высоких гостей, участников, организаторов нашего мероприятия. В первую очередь, господина Дона Федера, представителя Международного Конгресса, Всемирного Конгресса Семей. Просим на сцену. Господина Стива Вебера, эксперта в области семейных ценностей из Франции. Господина Пауля Кирица, эксперта из Румынии. Господина Себастьян Молдуван, эксперта из Румынии. Также Богдана Станчу, господина Богдана Станчу, представителя Румынии. Безусловно, одного из организаторов нынешнего мероприятия, председателя Международного Конгресса промышленников и предпринимателей, экс-президента Республики Молдова, господина Тарлева Василия Павловича. Просим. Господина Степанюка Виктора Федоровича, экс-вице-премьера политика. И, конечно, его высокопресвященство, епископа Бельского и Фалежского Маркела, одного из главных и последовательных защитников традиционных семейных ценностей в нашей стране. Ну, наверное, не только в нашей стране, потому что проблема эта не ограничивается рамками Молдовы. Хочу принести вам извинения за то, что некоторая произошла у нас заминка. Мы учимся. Дело такое. Поэтому, думаю, дальше уже наша работа пойдет в более конструктивном и последовательном ключе. Предваряя выступления наших гостей и участников, нужно коснуться темы семейных ценностей в глобальном контексте, поскольку все, что происходит в мире, сегодня так или иначе отражается и на судьбах наших сограждан, жителей Молдовы, независимо от их национальности. Сегодня реальность геополитики и реальность главенства транснациональных монополий на земном шаре создает прецедент так называемого «расчеловечивания», то есть отбирание у человека всех его идентичностей. Начинается это с половой идентичности. Мы знаем феномен так называемого гендерного равенства, которое в своем безудержном развитии стирает грани между представителями разных полов, фактически открывает лазейку для узаконивания нетрадиционных, а если говорить прямым текстом извращенных моделей сексуальных взаимоотношений между людьми. Следующий этап – это уничтожение национальных идентичностей, это такой плавильный котел глобализации, где процессы массовой эмиграции срывают с мест миллионы людей, разрывают семейные связи, делают человека молекулой, атомом, которого ничто не связывает с родной землей, с семьей, который является расходным материалом, производящим, потребляющим единицы глобального общества. И следующий слой идентичности, который атакуется глобализаторами, и размывается, уничтожается – это духовные, религиозные, традиционные ценности на целых континентах, в масштабах целых регионов. Один из апологетов либерально-рыночной экономики заявил, что традиционные религии препятствуют распространению рыночных отношений. Поэтому традиционные религии должны быть смяты, растворены, уничтожены или превращены в имитацию каких-то обрядовых последовательностей, не более того. И вот на фоне всех этих процессов, всех этих угроз, инициаторы нынешней конференции решили поставить вопросы ребром, попытаться понять угрозы и риски, ну и также те возможности консолидации здоровых сил. Не только в нашей стране, здесь присутствуют представители и европейских стран, и наших соседей из Румынии, есть представители Российской Федерации, и все вместе попытаться найти какой-то приемлемый путь, чтобы сообщать, противостоять этим вызовам и угрозам, с тем, чтобы через 10, 15, 20 лет мы оставались людьми, объединенными общими идеями, общей традицией, могли себя называть народом, могли называть себя потомками наших предков, а не метаться по миру, растворяясь, исчезая, проживая короткую беспокойную жизнь, ничего не оставляя после себя. Я заканчиваю свой краткий дискурс и приглашаю к микрофону первого из наших выступающих, который коснется темы миграции современной семьи, проблемы решений господина Тарлева Василия Павловича. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН Продолжение следует... 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 и приобретение о бонах и оформлении экономии, все еще есть кто-то, кто-то не знает, что-то, кто-то будет, чтобы мы приедем, чтобы они и начали ,,феричные и богаты". И мы не будем против Европейской войны. И я и я, европей, мы, молдовьи, мы, европейцы, даже с момента того, как и в нашей стране, мы в Европе. Но в том, чтобы мы начнем, куда мы будем жить здесь, или иначе, чтобы не уйти от нас, как у нас так что-то мы огранили? Тогда мы должны быть вредно где у нас есть интерес национал. Повторим, что наш мод, который был в Индии, что уйти, мы нанулили, не мы выражаем высел, но мы мы будем жить для нас. Простите пиа интерн-и или не промышляем и не промышляем продукцию local, почему мы церем Европа? Поехали, что Европа и Иисус Христов? Ну! Учитывайте, что мы примем логи, называемая «Егалитета шансов»! Вы знаете, что я говорю, что мы примем, потому что Европа не будет дать бани. О, они все продают? О, они все продают? Мы не дожим, чтобы кто-то не сдал, чтобы мы примем логи на параде деферите, или, чтобы мы примем, извлекать, забракать по страде. Ну! Но, авида, реальность в которой мы будем, не трепинзит месурные необходимые для того, чтобы мы примем логи на нас оказывает, что, омени, а именно тинеретом, тенера generащей, это в каутаре у нас логи, что мы примем логи. Паринцы, Думызеу, что и как он крествует, но не за дар, что говорить, что, 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 Это учебные компании, в детективные учения. Думы слышали, мы находим деньги, мы учим, 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 а темная facultатка, и выявить учебные студии, и выявят учебное учебное. Давай уходим. На уходе экономика и спрашивал, что ты marvelous, ты красивый, красивый, ты так, но ты не согласен. Зачем это? У? И поэтому, уходим нашими, самым медленными учебниками, Сыкауты уни, сыщи букацикой пыни. Унинг пыли, в Европа или в Руси. Плаком, в миграция. Ашады политика миграционала, в которой в Молдова не существует, где-то на уровне, умун пыли, аж гаси букацикой пыни. Плаком, в ранду, альтеров попуарей, evident, что наш тенар, который был в роде, мамы, тату, буней, он не имеет где-то шести волокна. Смаргал на бисеринку, иметь, сэриспепосту, сэриспеполурины, нецесаре национале, сэриспептыве, че же как то есть у мины, у жопу по уље, у эффекты тарзијата. Кари, маѓеѓе, маѓе, не знаю дако ва ба тарзиѓе аѐаса, че овома, дако, невиде, дако ва фи за ми�도е и дако ви мадиђли, дако традициѕђа национале, administration. Зе, цара, это нужно делать программу национальной что это не combatение в миграции. В миграции существуют очень позитивные, которые неавидно в стране, где он укрепит, они получают, что он укрепит. Достиг. По-дри, по-дри, это смешно, на перфекционирование, плещем, 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 это смешно, что он должен делать, но это имеет большие валили. Но человеком укрепит, Мы обрежем и сегодня, как и в основном, как представитель Конгресса Интернациональной Индушиарной и Италии, где я был в прошлом году, в этой институте интернациональной, я работаю в 30 стране в мире, 9 страны в спации, а в социальных, 13 страны в Европе, в США, в США, в США, в США, в США, в США, и другие страны. Я, в этом случае, я, в этом году, вы не могу, в том числе, в том числе и в Республике Молдова. Поэтому я считаю, что, вместе мы, мы, вместе, мы, вместе с нами, мы, вместе с помощью Бисерики и с участием в Бунный Дума, в суфле, мы решим традиции умные для умного. Мы будем в этом случае более хорошей. Не будет никого, чтобы мы не делали счастливы. Мы не хотим сегодня говорить о политике. Очень много говорит о политике. Но и здесь есть. Мы не занимаем политике, политика занимается населением. И так что? Решение. Лео 14 лей, доллара, в 20, шмейхерия в системе банкар, фуртуре миллиарды, и мы, когда мы сейчас, рамасы на сапуа динем, и все-таки фэрэ-коады. Мы не можем быть индивенцами из-за этого проблемы. Конечно, мы можем быть индивенцами. Как я, на рамках динем, сказать, что «Тата Бунелу, Думызе Суярте, Стрыбунелу, а фут молдовеан». Он говорит о молдовеян. Как я не могу быть молдовеан и не говорю о молдовеян, даже если это ассаманно, или французский, или французский, я говорю на general, чтобы не было суперер. Но мы, мы можем молдовея, чтобы мы будем молдовея, чтобы мы поднимаемся. Мы получаем стрем feathers, чтобы мы носим теплые, чтобы нам гордовеан, чтобы мы помыться, как мы логатим, как мы сошлись, как мы сладим, как мы сносим, и как мы сошлись. То есть русский говор. Нам надо прожить жизнь так, чтобы, оглянувшись назад, не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. То, если мы не лену астры, то, если мы не думали в астры, сегодня жить я думал нельзя, он тронет сейчас больно. Вот в несколько. Прежде чем мы пригласим к микрофону следующего участника конференции пару слов о организаторе еще одном мероприятия, Всемирном конгрессе семей, самой представительной международной инициативы в защиту естественной семьи, традиционных семейных нравственных ценностей, права на жизнь. Главная задача Всемирного конгресса семей – проведение масштабных международных конгрессов, объединяющих сторонников семьи и брака, прав родителей, святости человеческой жизни. К настоящему времени состоялось семь Всемирных конгрессов семей. Восьмой Всемирный конгресс семей должен пройти в Москве. Эти масштабные международные события собирают тысячи делегатов со всех континентов, включая политиков, общественных лидеров, писателей, ученых, а также простых людей. Главная задача Всемирного конгресса семей – утверждение универсальной ценности семьи, естественного брака мужчины и женщины, направленного на рождение, воспитание детей, ценности отцовства, материнства, многодетности и базовых просемейных принципов. И мы приглашаем к микрофону представителя Всемирного конгресса семей нашего гостя, господина Дона Федера, который расскажет о своей организации, о том, какие цели и задачи сегодня реализуются Всемирным конгрессом семей и для чего, собственно, он и приехал к нам в Молдову. Good afternoon, ladies and gentlemen. I want to speak to you today from the heart. И я надеюсь, что мои слова входят в твои сердца, потому что кризис, которую мы confrontим, будет влиять всех нас в будущем. Сегодня я хочу поговорить с вами от души, и я надеюсь, мои слова достигнут и ваших сердец, поскольку сегодня кризис перед нами один. The greatest crisis humanity will face in the 21st century isn't global warming or dwindling resources or regional conflicts or a supervirus or any of the other disasters, real or imaginary, that national governments and international bodies agonize over. Самый большой кризис человечества, с которым мы столкнемся в 21 веке, это не глобальное потепление, это не сокращение ресурсов, не региональные конфликты или супервирус, который опустошит планету и никакие другие катастрофы. Это национальные правительства, международные организации, увеличившие свое влияние. Если текущий тренд продолжит свое влияние, мы не лишимся энергии или любых других естественных ресурсов в обозримом будущем. Мы просто все вымрем. Эта глобальная катастрофа станет результатом быстрого сокращения рождаемости, которая называется демографической зимой. Уровень рождаемости является количеством детей, которые может родить среднестатистическая женщина за период ее жизни. Уровень в 2.1 необходима, чтобы восполнить современное население. Иными словами, женщине необходимо восполнить себя и ее мужа. Ноль точка один покрывает потери от детской смертности. 2.1 – это идеальная точка середины. Уровень в 2.1 – и твоя популяция увеличивается. Уровень в 2.1 – и твоя популяция улетает. Больше 2.1 – население возрастает, меньше население сокращается. Я бы хотел отметить, что в 60-м году в среднем в мире у женщины было 5 родителей. На сегодняшний день это число составляет 2.6 и продолжает сокращаться. Мне сообщили, что в среднем такое число в Молдавии – 1.5. Сегодня 59 страны, с которыми 44% из мира популяции, имеют below-реплассирование фертилы. В большинстве странах Европы уровень рождаемости также ниже 1.5. Это произошло не случайно. Демографическая зима – это прямой результат сексуальной революции. Догма сексуальной революции, которая стала укоренившейся идеей в странах Запада, может быть озвучена следующим образом. Первое. Секс – это наиболее важный аспект существования. Второе. Когда секс – это консенсуально, это всегда хорошо. Трие. Основная цель секса – это удовольствие. Основная цель секса – это удовольствие, но не продолжение рода или духовной взаимосвязи. Трие. Основная цель всей жизни – это удовольствие. Трие. Основная цель секса – это удовольствие. запреты ведут к неврозам и психическим проблемам. 6. Секс не имеет ничего общего с моралью или ценностями. 7. Sex should not only be guilt-free, but free of consequences. Hence, contraception, hence, abortion, hence, fatherless families. The effects of a sexual revolution on fertility have been profound and far-reaching. 9. For the first time in history, just under half of the world's population uses some form of birth control. By the year 2015, actually by this year, the global contraceptives market will generate an estimated 17.2 billion dollars, which I'm told is three to four times the GDP of all of Moldava. This is financed primarily by national governments, corporations and international bodies. Other species have become extinct. Ours may be the first to finance its own extinction. Worldwide, there are an estimated 42 million abortions a year. That's twice the number of military deaths in the Second World War. But these aren't soldiers, these aren't soldiers killed on the battlefield. These are casualties a country deliberately inflicts on itself. From a demographic perspective, we're not just losing 42 million people a year, we're losing their children, their grandchildren, all of their descendants down through the ages. While contraceptives and abortion have had an impact, the biggest factor in falling fertility is the decline of marriage. In the United States in 1960, 72% of all adults were married. By 2008, that figure had dropped from 72% to 51%. Among 18 to 29-year-olds, those in their prime child-bearing years, 59% were married in 1960 compared to 20% today. In France last year, more people began living together than married. Once a central reality of existence, marriage has become optional. Today, we marry because we choose to, not because we ought to. Not surprisingly, fewer marriages result in fewer children. The consequences of rapidly falling fertility will be catastrophic. The consequences of rapidly falling fertility will be catastrophic. The world's population will continue to grow until around the year 2030. 2030. Then decline will begin. Gradual at first, but accelerating over time. At some point, we could reach what demographers call population freefall, where depopulation comes rapidly and there is no turning back. Even now, each generation is smaller than the last. With fewer births each year and the elderly population growing, fewer and fewer workers will be called on to care for more and more people who are retired. With the elderly a growing portion of the population, health care costs will skyrocket. With the number of workers declining, tax revenues will shrink. Inevitably, this will lead to health care rationing and eventually euthanasia. This is the crucial question. In countries with declining populations, who is going to do society's work? Who is going to operate the farms and factories? Who is going to create the jobs? Who is going to provide health care? Who is going to fight crime? Who are the teachers going to be? Who will guard the nation's borders? Who is going to create workers? Who will have the same infrastructure? The same highways, railroads and ports. The same factories and farmland. What we won't have are the people to operate and maintain them. The mighty industrial engine that we've built over the last 200 years will grind to a halt and rust. By undermining faith in family and creating a highly eroticized society, where families and children are viewed as an obstacle to self-fulfillment, the sexual revolution has spawned demographic winter. If there is an answer to demographic winter, it lies in promoting marriage and encouraging large families. This can only be achieved by a return to religion. It won't be an easy road to travel, but what is the alternative? Ultimately, the sexual revolution is about death. Death through abortion, death through contraception, preventing life from happening, death through sexually transmitted diseases, death through pornography, death through promiscuity, death in place of natural marriage. And child rearing. To counter demographic winter, we must embrace a philosophy of life. As the Bible says, I have set before you this day life and death, blessing and curses. Therefore, choose life that you may live, you and your descendants. Thank you for your time and your attention. Thank you very much. 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 расставила очень многие акценты правильно и с научной точки зрения. И главное, что мы должны понимать, у нас есть единомышленники и на Востоке, и на Западе. Не надо мерить одним аршином и впадать в стереотипы, опять же, пропагандистские. И наш гость Дон Федер показал и рассказал о том, что и на Западе есть здравомыслящие люди, для которых ценности, которые нам присущи, являются для них такой же важной составляющей человеческой жизни. И мы приглашаем к микрофону господина Стива Вебера, который расскажет о глобальной атаке на семейные ценности. Также мы попросим наших выступающих ограничиться семью минутами, для того, чтобы все, кто у нас в программе, смогли вписаться во время, которое мы запланировали для проведения конференции. Итак, просим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал場合 Меня попросили поговорить о атаке на семейные ценности на глобальном уровне. Я бы хотел сказать много, о чем говорил Дон, но ввиду отсутствия времени Я хочу сказать о самом главном. В первую очередь, хочу сказать о нескольких фильмах, которые все знают сегодня. У меня есть вопрос. Что объединяет все эти фильмы? Have you heard of the Harry Potter films? Have you heard of Superman? Have you heard of Peter Pan? Have you heard of Batman? Yes? Have you heard of James Bond, the 007 agent? Do you know what all of these movies have in common? Every one of the heroes is an orphan. Все эти герои — сироты. The orphan is very popular. The orphan spirit is very popular today. What is the orphan spirit? It is a lack of fathers. Fatherlessness is what is creating this sexual revolution and the demographic winter that Don has talked about. My son was the result of an adulterous relationship. His father, after he left his seed in my son's body, rejected that seed. Fathers, who deposit their seed everywhere or anywhere, do not value their seed. As a result of that, we have fatherlessness in our society. And I just want to challenge the men in this auditorium. You are responsible for your seed. Your seed and your seed's seed is the very thing that will bring you the most joy in life. Your seed is valuable. Your role as a father, you will give your children their identity. As I feel my daughter's heart with a father's love, my daughter's will not be open to sexual promiscuity. The atmosphere at home is created by the father. Don mentioned abortion. If the father takes responsibility for his seed and tells the woman that is my child, I brought the child into the world, you will never have an abortion, there would be much less abortion. Men, pornography is destroying us. Pornography is taking away fathers. It's taking away our ability to be men. If we participate in pornography, we are undermining, we are destroying our masculinity and we are destroying our ability to build a relationship with a woman. We are destroying our ability to build a relationship with a woman. And I don't need to go into detail here, but pornography is available in your pocket anytime, everywhere today. As a result of that, we have the consequences of nobody wants a marriage, nobody understands a marriage and very few men want to fight for a marriage. So my challenge today for Moldova is men value your seed. Your seed is one of the most valuable things that God has given you. Your responsibility as a father is to raise children who do not have the orphan spirit, which is everywhere in the world today. And wherever you deposit your seed, take responsibility. The men in this room can start the path of recovery for Moldova. It's personal for me because I have three orphans in my family. The challenge to me and my fatherhood has been enormous to try to love my orphan children into a relationship, deep relationship with me. It's been very challenging. But as I have been more connected to the Heavenly Father, I have been given a love for my orphan children. So they also have an identity and they also have a relationship with the Heavenly Father. So men of Moldova, rise and take your responsible place. Thank you. Men of Moldova, feel your responsibility for your actions. Thank you. Thank you. Thank you. Our discussion is going to be a выступ of the gentleman of Paola Kiril, a professor of traditional tradition, of Romanii. Thank you. Thank you. Thank you. Продолжение следует... ...unde spune că în țara făgăduinței vor intra numai cei care nu cunosc binele și răul. Astăzi noi trăim o epocă în care omul cunoaște din ce în ce mai mult răul. Sociologii spun că o țară intră în criză în următoarea ordine. Prima este criza spirituală, a doua criza morală, a treia criza socială și a patra criza economică. Doctrina creștină ne cere să iubim vrăjmașul, să urâm păcatul și să-l iubim pe păcătos. Europa este un continent creștin. Civilizația europeană este în esența ei o civilizație iudeo-creștină. Dacă scoți din cultura Europei, din arhitectură, din muzică, din arta plastică, din sculptură, dacă scoți operele creștine, nu mai rămâne aproape nimic. Esența comună a civilizației iudeie și creștine ne învață că omul este o persoană. Dumnezeu este persoană și omul este persoană. Identitatea de gen, bărbat și femeie, așa cum i-a creat Domnul, este dovada sănătății noastre trupești și sufletești. Astăzi, Europa este bântuită de o fantomă, un monstru, am putea spune, care încearcă să distrugă identitatea de gen și de conștiință a persoanei umane. Cum se întâmplă asta în Europa de astăzi? O dată prin desacralizarea tainei căsătoriei, prin oficializarea căsătoriilor homosexuale, prin tendința de a desfința instituția căsătoririi în planul civil, așa cum se întâmplă în unele țări europene, prin trimiterea în derizoriu a statutului embriunului uman, prin legiferarea eutanasiei la adult și copil, prin separarea dureroasă a actului procreației de taina iubirii și a căsătoriei. Această fantomă, acest monstru, care încearcă să distrugă identitatea de gen și de persoană, trebuie oprit. Atunci când ființa umană nu mai este conștientă de persoana creată după chipul lui Dumnezeu, lucrarea mântuirii este în călicol maxim. Deoarece în grădina Edenului omul nu a ascultat de Dumnezeu, astăzi trupul nu mai ascultă de suflet. Și de aceea asistăm la acest dezastru. De la această neascultare ne vin toate nenorocirile noastre. În capitolul 23 din Ceneză scrie că nu ne putem baza pe părerea celor mulți. În altă parte scrie nu te teme turmă mică. Probabil că oamenii puțini ai Europei, morali și cădincioși, vor reuși să se salveze. Avem și chiar dacă nu reușim să influențăm la nivel macro această politică europeană a disolucției spirituale și morale, avem totuși o datorie sfântă. Să luptăm pentru aceasta și să salvăm măcar modelul creștin. Mulțumesc! 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 În față dumneavoastră stă unul din cei câteva sutii de deputați ai primului parlament, Продолжение следует... 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 Мы все троим в общество абсолютно infectа от минюша, от этого фантома, от этого монстра, от этого монстра. Ашу, например, он говорит, что президент Украины может быть виноват в действии, но только если он будет виноват в страну, и если он будет виноват в преступлении. И эта предупреждение бонуялы требует виноват, виноват, виноват в 226 депутат. 50 плюс 1, 4,50. Ни не было ни окошкости, ни окошкости. Эта предупреждения должна быть discutена. И парламент, с 226 votes, должен сказать, да, это вероят. Именно парламент, в втором случае, должен создать специальный комиссий, который должен быть, что это, или что это, или что это. Эта комиссия требует, чтобы запортиз парламенту, и парламенту, чтобы запортизать, если он обвиняет этот президент, или нет. Не было ни о комиссии, не было ни окошкости, абсолютно ни окошкости. Эта комиссия требуета сомиси, а визу преалабельно кудрикатурой супременной Украины. Действие, что confirми Курта лоу, супремный дюстит. Никак. Эти комиссии требуют чтобы работать с парламентом и парламентом, чтобы выиграть с 2-3-ин. С 2-3-ин, в номерах, они в 450, требуются в 301 депутат чтобы выиграть эту инвинуировку. Допустим, что выиграть эту инвинуировку, а визу, что выиграть, это чтобы выиграть авизу курсу конституциональной. Ни не было ничего адреса. Ни уроку конституционала. Ни что, в этом случае, не существует реальность или еще не в этом материале. Нимик. И, только через эту процедуру, преалабельно, парламентом украином может быть в дискутии в облачании о выбирании в функции фишечных путей альином, альином, поповом украином. Я у вас скажу, в медицинском, в том числе. У нас была шутерщина, в том числе, альином. О нашим патерзи, в том числе, и что, как в этом году, это дает играть! У них есть спеудоволосы, с тем своим разъемом, изменили, что не индивидуалlait много Hola. Нравится на выдаху целыми годами, что вытянет лишь изменили! Помните, это является и Shorty. И это ждёт, на вашем балете, изменили, чтобы был, больше, чем не патрины. В этом году, То есть есть необходимость от 338 выборов. В салоне, когда получил Пьер Лукович, у них были 313 депутатов. И вот с которыми у нас было хватало. Таким образом, не уйдет больше, не уйдет больше 55 выборов. Не уйдет больше, а не уйдет больше. Это принцип, в том числе, депутат интернациональной, которая обязана слушать другую часть. Ничто не уйдет. Ничто не уйдет. Ничто не уйдет. Прин интернет, радио, телевизору, нескольких специалистов. Ничего абсолютно. И они уйдут в этот раз. Они уйдут в силу президента Украины. Они уйдут в самый необычный, в этот раз. Чуслов силе. Читаю зараживание. Иск�етут ли эти anhнии. Они уйдут gelir. И исс behavioral operations. И Painц Forgive. что девушки и те же страны, которые не уничтожают ничего с гуvernантов, они взрослые те дни и дети из-за гибридов. Они взрослые. Они дают деньги. Они говорят о дрertas. Они говорят о луэте по-демократии. Они говорят о русском. Почему русском нет. Потому что русским, на сегодняшний момент, а добавить нашу остальность, вашу общую штатуру. Бабстьяр артодоксии. А мы рамасы, которые они не хотят быть, и не осталось бы ничего. В этот контекст, это время, которые присоединяются на нас, мы находим в целом, 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 мы живем в социале infectов, в мировой мировой мировой, промокрованной и хранитой, в Вест. хотя мы, всё это,我們 это, мы совсем друг к себе, в наша страна, мы будем с трудом мы будем мы будем плачать мы будем с Небой в том, что это не злину вот что здесь И есть бун, фрумоз, курат, тот чей-то, что есть от Бога. Спасибо за внимание. Приглашаю к микрофону господина Богдана Станчу, председателя Асоциации Пробитта. Есть? Есть, да? Продолжение следует... 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 Банка Модиала, УИЦЕФ, Центр pentru Prevenение и Control Борилор, Евростат, Институты Статистик и так далее. Я делаю для вас один резюмот из самых важных данных датчиков и социальных датчиков и социальных датчиков, потому что, вместе с у нас, мы собираем решение о том, что ситуация в Романии с обмонтажет для интеграции в Университет, и здесь, в конце концов, чтобы вы решили в том, что эта перспектива является одна favorа и позитива для Республика Модова, потому что, sincer, не думаю, что царата ваша будет уйти в трассею, чем в Университет. Я делаю для читения этой серии датчиков, после того, что я вернусь с остальными обсерващими. В этом случае, рата шомажа для тинерии, тинерии с 25 лет назад, эта рата шомажа была в 2012 до 22,7%, дупо что, в 2011, у нас была на максимуме историческим, до 24%. Дальше, в царе, у меня, у сферта динерии, пану в 25 лет назад, не уйти в тинерии. В течение того, что приносит demография, популяция, а сцезут continuу. В этом 23,11 миллиона в 1990, а теперь мы субь 20 миллиона в 1 январе 2014, и это только цифра, которая была пустой в хартее. В том числе, в 2018, и это было 5,8% в 1929. То есть, мы у нас неизвестно, что это неизвестно в 1929 и отчет внести 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 внести. Прогетажный птиц entre 0 и 18 лет был в 1990, в 29%. В 2013, птицный птиц у птиц был 18%. Популяция варстника, а также, а также, 60 лет и птиц, а в последнее время в 15,2% в 1990, в 21,2% в 2013, в основном увеличении сперенции в биоте и в скатерии в натальнике. Рата в депутат, который се эксприма в рапорту между варственниками, а также 60% и тимерами, а также 15-59% в 15,1% в 1990 и в 33,2% в 2013. В 2013, индивидуя, а также 107 варственники на 100 копии, а также 107 варственники на 100 копии. Де че ва спу lucrurile ацетка? Потому что это evident для орицине, и даже и фаре студии в специальность в домене, что прогрес у него нетерии по-друге в контексте у него в натальнике в соответствии. Дако не существа, в социатете не по-друге, а не по-друге. И аи че мы говорим намай стрикт деспре плата асигуралу социале, а пенсиилу и асанататии, и деспре прогресу генералу ассоциататии. Омени де ла у варста в коло, бунници, пэринті, иношті ищи ащептат пенсии. И не мая о фарте мари сперанте де ла виаѣа, и ащептат каа цей каре вин дупо ей ты че у focus ље дефрок. очень много школы. И не входитесь в любом случае, а не входитесь в любом случае. Варста медиа в России была в 41,2 году в 2014. Рата fertilизации, из-за того, в Республика Молдова, это 1,5. У нас есть 1,35. Суб 2,1, это означает, что популяция регресса. Настили, очень важный, в 1990 уделяется в том числе, в России, в России были 178,000 млн. В России, в России, в России, Угадая рэппibenция. В России, в России, в России, в России, в России, 90% на 31% в году. Это означает что 30% из-за копея России уровня 1 из 3 в России зависит от рода. Обычай, это дети которые рамут с мамой или которые росят в больную врачей врачей. Проблема авортилел arbe lớn в 계속е sukces по-другому визит UFRE, велья в России. Как вы можете узнать, Велизия Выпляет в виде Время, что это неизвестное, что это неизвестное,